Дети расплачиваются за грехи родителей? С одной стороны, еще в Ветхом Завете написано, что уже наступили времена, когда не будут говорить, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Сын за отца действительно уже давно-давным не отвечает. Но от осинки не родятся апельсинки, и мы же не растим детей в инкубаторах и в каком-нибудь космическом вакууме. Они живут с нами, они являются плодом наших тел и душ. Они впитывают в себя нашу модель поведения, способ общения друг с другом. И впитали в себя все-то хорошее, все-то плохое, что было в наших сердцах. Хороший врач всегда спросит у гипертоника, болели ли гипертонией ваши родители. И вообще у человека тяжело болящего, не вирусной болезнью, а какой-нибудь внутренней. А ваши родители болели этим же? И уже будет понимать, вообще излечимо или нет. Это приобретенная при жизни или наследственная болезнь. Точно так же и с душой. Мы своим детям передаем предрасположенность ко всем тем порокам, словом сказать, и к добродетелям, которыми заражены сами. И, конечно, они могут на себе это все остановить. Они не обязаны передавать уже своим детям, вашим внукам, ваши духовные болезни. Но им будет сложнее бороться с тем, что получили от вас, потому что имеют уже многолетний опыт, переданный вами им. Тщеславие, гордости, занощивости, злобы, воровства, лжи. Поэтому, если вы раздражаетесь на ваших детей, посмотрите в зеркало. Они такие, как вы, просто еще не сформировали взрослых навыков скрытия своих пороков. И просто до порыва до времени их скрывают. И реализуют только тогда, когда им за это, как им кажется, ничего не будет. Поэтому в этом плане действительно дети несут ответственность за грехи родителей. Но не так, что согрешил один, а наказывается другой. А в плане наследственного заболевания. У алкоголиков дети рождаются часто с предрасположенностью к алкоголю. Им говорят, что не пейте никогда. Вы быстрее сорветесь и заболеете этим алкоголизмом, нежели человек, который родился не в семье алкоголика. То есть, есть эта предрасположенность. Так и духовное. Поэтому еще раз повторюсь. Не ответственности дети наши не несут за наши грехи. Нет смысла в них каяться. Нельзя притянуть, притянуть и сказать, каясь в грехах своего папы. Но надо понимать, что тебе будет сложнее бороться с теми страстями, которые были переданы тебе по наследству. Но если ты их преодолеешь, то в тебе благословлятся все твои и потомки, и предки. Вы видите праведно и знаете, больше награды бывает даже тем, кто хорошо потрудился и искоренил в себе тот или иной порог, чем тому, кто с легкостью не грешил, потому что предрасположенности к этому не было. Субтитры создавал DimaTorzok